Изделия с миниатюрной живописью по эмали, которые в веках сохранили первозданную яркость красок и прочность блестящей поверхности. Они ценились на Руси наравне с золотом и серебром. Ростовская финифть – народный художественный промысел. Значительная часть коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» приехала в Саров. Финифть – это наш местный художественный промысел. Если говорить о Нижегородской области, то известная Нижегородская резьба, городецкие пряники, городецкая роспись. А у нас Ростовская финифть. Что это такое? Это роспись по эмали, тугоплавкими, огнестойкими красками, почему и называется «огненное письмо». На выставке в городском музее представили более 200 музейных предметов. Экспозиция ознакомит с историей развития промысла, разнообразием его изделий. От икон и образков XIX века до бытовых аксессуаров и ювелирных украшений последних двух столетий. Основная часть выставки – шкатулки, коробочки, украшения, расписанные в различных жанрах – историческом, батальном, лирическом, фольклорном и бытовом. Нашу живопись можно, а нужно считать миниатюрной, потому что пишутся произведения тончайшими беличьими кисточками, в которых остаётся специальный художник, выщипывает волосики из кисточки, остаётся один, два, три волоска в зависимости от того, что конкретно он будет изображать. Особняком экспозиции стоят фотографии с изображением видов Ростова-Великого. Открыли выставку «Огненное письмо. Ростовская финифть XIX-XXI веков музыкальным выступлением». На торжественном вечере присутствовали сотрудники Ростовского музея. Закрытый город показался им тёплым и радушным. Мы в восторге от вашего города, хотелось бы здесь остаться, потому что очень приятно, очень светлые лица. Шли по городу, и все светлые, интеллектуальные. В магазине никто не грубил, не хамил. Приятно ходить по городу, получали невероятное наслаждение и, наверное, какая-то благодать у вас. Посетить выставку можно в часы работы Городского музея. Возрастное ограничение 6+. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.